Привет! Как дела? Итак, наступил наконец-то тот долгожданный момент, когда у меня стало тысяча подписчиков, с чем я себя и вас поздравляю. И в связи с этим, естественно, у меня возникло море желания делиться с вами новыми историями, особенно бытовыми. А также появилось несколько новых рубрик, о которых я вам сегодня расскажу. Это шот, с которыми вы уже смотрите на моем канале. Это небольшие короткие ролики, шот от слова короткий, маленький. То есть это ролик 1-2 минуты. Там такая звездочка горит на моей обложке. Если вам интересно посмотреть виды города или какие-то события, эти ролики будут с натуральными звуками, со звуками Лондона, на моем канале под названием Шотс. А также с сегодняшнего дня я начинаю новую рубрику «Вопрос подписчика». И первым таким подписчиком, который недавно задал мне достаточно интересный и полезный вопрос, это Ирина Ирина. Итак, Ирина пишет, что после просмотра моего ролика об автобусах в Лондоне у нее возник такой вопрос. Она пишет, есть ли какое приложение и как можно узнать, когда придет автобус? Как узнать маршрут, помимо табло, на котором написана конечная остановка автобуса? Как посмотреть на карте маршрут, откуда и куда следует автобус? Ну и еще небольшой вопросик о том, где стоит прикладывать ойстер-карт. На это я сейчас сразу отвечу. Ойстер-карт прикладывается внутри автобуса не только у водителя, но и также на картридерах на среднем и заднем входе, если эти двери открываются. Но чаще всего водители открывают переднюю дверь на вход, по старинке, по привычке, так как раньше из средней и задней двери люди выходили, а впереди заходили. Но если вы, допустим, опаздывали на автобус и удалось запрыгнуть в заднюю дверь, там тоже есть картридер, можно приложить ойстер-карт, и он сочетает информацию с вашей карточки. А также, естественно, можно оплачивать проезд обычной дебетовой картой. Именно из-за того, что я не знала, как пользоваться таким приложением в 2011 году, я напоролась на маньяка, когда возвращалась поздно вечером с концерта Russian Ballet Icons, и добралась до дома только спустя 2-2,5 часа. Ну и там где-то уже на подходе к моему дому на меня чуть не напал маньяк. Но об этом я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Ну а сейчас я расскажу вам про приложение. Итак, что нужно, чтобы составить правильный маршрут? Надо зайти в карты Google Maps или в России это карты Яндекс. И вот в этом вот приложении надо набрать место, куда вам надо поехать. Допустим, мы хотим поехать из Хаммерсмита и он мне показывает, что вот два автобуса, 110 и 190 из Хаммерсмита, идет до Ричмонда. Время в пути составит 30 минут, и ближайший автобус будет через 3 минуты. Также он показывает, что следующий автобус будет через 16 минут. И пишет, этот будет немножечко раньше, чем должен быть, а этот будет вовремя, он тайм. Смотрим, где мы можем найти этот автобус. На Хаммерсмит Бас Стейшн, остановка Би. Надо найти нам эту остановку и там сесть на автобус, который идет до Ричмонда, то есть на табло автобуса должно быть написано Ричмонд, номер 190. Он придет на 2 минуты раньше, то есть он даже показывает трафик в пути. Или он задерживается, или он приходит раньше. В общем, я всегда выходила, допустим, в университет, ездила на автобусе. И ориентируясь вот на этот вот ап, то есть приложение, очень даже хорошо приходила вовремя. Ну, лучше, конечно, прийти за 2-3 минуты хотя бы до отправления автобуса. На остановку садилась и ехала. Как посмотреть на карте, правильно ли вы едете и куда вы едете? Надо вернуться обратно на карту. И вот он тут показывает маршрут. Вот-вот все остановочки точечками прорисованы. И когда включен GPS-навигатор, у меня сейчас будет локейшн, то есть надо включить локейшн. И он, правда, он меня сейчас в Санкт-Петербург перенесет. Я вот тут вот нахожусь. Так, ну, локейшн отключаем. И возвращаемся обратно. То есть вот этот вот маршрут у нас составлен. Сколько остановок он тоже пишет. То есть чтобы ориентироваться, допустим, какая сейчас остановка и через сколько вам выходить, вы едете из Хаммерсмита в Ричмонд и, допустим, вам говорят уже Мортлэйк Роуд. Значит, вы считаете, ага, еще раз, два, три, четыре, шесть остановок, на седьмую я выхожу. Очень все просто. Благодаря этому приложению можно всегда и везде вовремя успевать. Не надо стоять на остановке полчаса-час, чтобы дождаться своего автобуса. Автобусы всегда приходят согласно этому приложению и всегда вовремя. Меня спрашивали, как доехать из Кентингтона на Тавр-бридж. Сейчас попробуем набрать. Там, наверное, все-таки будет непрямой автобус, наверное, два автобуса. Допустим, Кентингтон-Олимпия и Тавр-бридж. Да, он показывает, надо взять два автобуса, допустим, вот девятый и пятнадцатый. Потому что тут много переходов, я не хочу. То есть есть, можно девятый и еще какой-то автобус взять тут с переходами. Кстати, вот тут вот восклицательный знак. Это значит, что-то на пути. Или протест, или дорога перекрыта. Сейчас посмотрим, что он сейчас пишет. Вот, Modified Shadow. То есть, что тут информация. Evelyn Street, Route 47, 188. А он Diversion. То есть, он где-то объезжает. One direction towards Greenwich due to cycleways came. В общем, какой-то маршрут для велосипедистов. То ли строят, то ли что-то проходит там. Поэтому лучше такие маршруты не брать, когда есть. Когда он предлагает без вот этих восклицательных знаков, я смотрю вот на эту информацию. Через 15 минут будет автобус. И следующий через 24. Мне надо подойти на Holland Road. Stop L. И на девятом автобусе от этой Holland Road, который идет по направлению Temple, доехать до Чаринг-Кросс. На Трафальгарскую площадь. Там перейти на... Там перейти 30 ярдов. Вот он показывает. Вот сюда вы приедете. Сюда надо перейти. И поехать дальше уже до Tower Bridge. Довезет вас 15 автобус. Кстати, этот автобус единственный маршрут, который остался старинный такой дабл-декер. Я о нем уже рассказывала. Он как раз едет до Tower Bridge. Так что, если вам повезет, можете доехать на нем. И опять же таки, можно посмотреть остановки. Ride 19 минут, 12 stops. То есть ехать 19 минут, 12 остановок. И вот он показывает. Там Oldwich, St. Paul Cathedral, Mansion House, Cannon Street и так далее. До Tower of London. Но так как автобусы до Tower Bridge не ходят, там нет остановки, придется еще 9 минут пешочком до него дотопать. Бывает так, что мы не знаем, где находится остановка, но мы знаем, что мы находимся, например, в Олимпийском парке на Стратфорде. Мы пишем Olympic Park London. И нам надо доехать, допустим, до Букингемского дворца, но мы не знаем, как называется остановка. То есть он покажет ближайший маршрут до Букингемского дворца. Вот, набираем. И так как у нас уже ферри нам не надо, это паром, так как у нас стоит уже бас-мод, мы можем включить еще Underground на всякий случай, он нам покажет ближайший маршрут до Букингемского дворца. Конечно, он нам покажет метро, потому что это кратчайший путь, и ехать до него от Стратфорда 31-37 минут. Кстати, он еще предлагает тут взять велосипед и показывает, сколько велосипедов свободно на данный момент на станции. Free Now, Free First, Free Now. Я не знаю, это, наверное, тоже какие-то велосипеды или вот Bolt есть еще что-то, может быть, скутеры, самокаты, то бишь, не знаю, что это. Это что-то новенькое, я не знаю. Но Sunthunder Cycles, я знаю, что это велосипеды, и их можно арендовать и доехать за 54 минуты до Букингемского дворца. Но нам не нужен Underground, мы хотим поехать на автобусе, поэтому нажимаем автобус, и он нам предлагает маршрут. Да, только два автобуса. Но, кстати, ехать на обоих автобусах за час 13 можно за 1 фунт 50 копеек, столько стоит проезд на бесконечном множестве автобусов за 1 час. Я уже об этом рассказывала, если кто не помнит, смотрите ролик про автобусы в Лондоне. Поэтому вот выбираем самый ближайший маршрут, правда, с объездом, но нас объезд в данный момент не беспокоит, так как мы приедем к Букингемскому дворцу, все равно за 1 час 13. Выбираем этот маршрут и смотрим. Нам нужна остановка Here East, стоп P. Как до нее добраться? Нажимаем на эту остановку, и он нам показывает, где находится эта остановка на Стратфорде. Вот здесь. То есть нам даже не надо идти на станцию Стратфорд. Мы находимся в Олимпийском парке, и остановка находится вот здесь. То есть надо найти вот эту остановку. Согласно расписанию, он приедет в 20.21, в 20.31 ехать 24 минуты, 18 остановок. Выходим на Ливерпуль Стрит Стейшн, меняем автобус на 11. Где находится 11? Наверное, на той же остановке, раз переходить не надо. Валхам Грин, должно быть направление написано на автобусе. И на 11 автобусе, который приедет в 21.04, мы едем в 21 остановку и выходим на Сан-Джеймс Парк Стейшн. Тут придется идти, так как рядом с Бокингемским дворцом тоже нет автобусных линий и станции метро, придется дойти 9 минут пешком до Бокингемского дворца. Вот так вот легко и просто составляется маршрут. И согласно этому маршруту, все автобусы ходят четко, вовремя по расписанию. Конечно же, бывают исключения, когда автобус встал в трафик или какая-то авария на дороге, или сломался. Тогда вы ждете следующий автобус. Но, в принципе, он пишет, что обычно трафик в это время приедет сейчас или через 14 минут. Иногда он пишет, что автобус задерживается на 2-3 минуты. Иногда он пишет, что он уехал раньше. То есть все в режиме онлайн. Очень просто и легко. Я всегда пользовалась этим приложением и всем лондонцам рекомендую. А также, в принципе, в Петербурге оно у меня работает. И все автобусы, трамваи и троллейбусы приезжают согласно этому приложению вовремя. Я выхожу на остановку за 5 минут и всегда попадаю туда, куда мне надо, вовремя. Вот такие вот дела. Ну вот пока и все, что я хотела вам рассказать про приложение, как найти подходящий автобус и как добраться до нужной точки города на автобусе. Если вам понравилась такая рубрика вопрос от подписчика, задавайте свои вопросы. Особенно такие ответы, на которые будут полезны всем жителям Лондона или туристам, приезжающим в Великобританию. Если я могу дать подробный ответ, я сделаю вот такой вот информационный ролик. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok